Ну что, пойдемте посмотрим, что мы там построили. Браво! Этого события в прогрессе ждали с нетерпением. Вместо старой угольной котельной теперь здесь появилась новая – газовая. Ее запускают в присутствии чиновников и технических специалистов. Правда, пока тепло за счет нового объекта будет поступать только в соцучреждение. У нас школа питалась электроэнергией. То есть там была своя электрическая котельная. Это было очень дорого. Суммы просто запредельные. Но здоровье детей дороже. И поэтому ввод этой котельной позволит, безусловно, школе решить проблемы. А вот в частных домах потеплеет чуть позже. Заявки от сельчан на подключение к голубому топливу уже имеются. Осталось завершить последние штрихи. Есть готовая проектно-смертная документация на подключение ИЖС, и индивидуально-жилищного строительства, газификации. Ну вот, котельная построена. Сейчас дадут точку подключения. Ну и дальше работа будет продолжаться. На газификацию поселка Прогресс и его окрестности ушло несколько лет. На это потратили больше 20 миллионов рублей. Несмотря на сложный проект и множество согласований, построены два газопровода. Один, протяженностью почти 3 километра, который позволит начать заниматься газификацией частных домов в Кауровке. И газопровод, который пришел сюда в поселок Прогресс, длиной 800 метров, конкретно к этой котельной. До появления голубого топлива Прогресс оставался единственным населенным пунктом в городском округе, который обогревался угольной котельной. Ее постепенно будут выводить из эксплуатации. Ближе к весне старое здание и вовсе снесут. Сотрудников обещают перевезти на другие участки. Новая газовая котельная работает автономно. С начала прошлого года на территории Первоуральска открылись 4 газоблочные котельные. Газификацию планируют продолжить. В планах строительства новой котельной в поселке Белимбай.